Пункты временного размещения населения, пострадавшего от наводнения, создаются на базе разнообразных учреждений. Одним из них стал загородный оздоровительный лагерь «Орбита». Пункты временного размещения предназначены для приема временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуированного из зон ЧОЭС. В городе Амурске на базе детского оздоровительного лагеря «Орбита» создан пункт временного размещения для пострадавших от паводка из поселка Болонь, в котором разместились 19 человек. Как обустроились и с каким настроением проживают жители села Болонь, наша съемочная группа совместно с заместителем главы администрации Амурского муниципального района Людмилой Викторовной Бессмертных выехали, чтобы узнать это на месте. Все, постель чистая, все хорошо, и подружки, и одеяло есть, и душ есть, все есть. И кто это говорит, я не знаю, кто это говорит, что тут плохо, что тут... Да все хорошо, и все тут чистенько, и хорошо все. И не надо людям говорить, что тут плохо где-то, ничего тут плохого. Кормят хорошо, хорошо обращаются люди, тут это зачем так говорить? Ну что это такое? Из других комнат стали выходить соседи. Какие-то вот есть вопросы, какие-то проблемы, может что-то бы хотелось, какие-то пожелания? Нет, вроде все хорошо. Поговорили мы и с маленькими жителями. Нравится? А что ты тут делаешь? Катаешься. Катаешься? Играешь, да? Ага. А на улице играешь? А на качелях катаешься? Что, скажи, нравится тебе тут? Да. Нравится? Нравится? Нравится на качельках кататься? Скажи, если вы с качельками катаетесь? Не катаетесь? Не катаетесь? Медицинский пункт временного размещения оснащен всеми необходимыми медикаментами, лекарственными препаратами, инструментарием. Дети и взрослые осматриваются два раза в день, утром и вечером. Делаются соответствующие назначения при необходимости. Находящихся на пункте временного пребывания граждан, детей и взрослых осматривает врач-терапевт и педиатр ежедневно, утром и вечером. Дети катаются по коридору на велосипедах приобретенными спонсорами. Одеты в теплую одежду. В корпусе проведено кабельное телевидение. Есть библиотека. Работает душевая, прачечная, горячая вода в любое время дня. В столовой четырехразовое питание. Питьевой режим соблюдается. Создан запас питьевой бутылированной воды. На данный момент в фунте ПВР проживает 7 взрослых и 12 детей. Основные задачи по жизнеобеспечению выполняются.